За 30 лет, конечно, все было. Когда мы приехали, мы были слишком молоды, ребенку еще года не было. Мы новоиспеченные артисты. Театр, одно здание закрылось, второго еще здания вот этого Тимуровца не было. И мы работали на разных площадках 1905 года по разным клубам. И роли такие сначала были маленькие, но через два года случилась у меня, допустим, замечательная роль Лем, сотворившая чудо, которое я сразу взяла какой-то приз, такой хороший, как молодая артистка. И вот дальше как-то прям покатилась. Так вот, потом я всю жизнь мечтала посетить множество стран, повидать мир. Мир приехал сюда к нам в лице режиссеров, голландца, англичанина. Я мечтала учиться в Питере. Питер приехал сам сюда, питерские режиссеры. То есть весь Союз приезжал к нам сюда в театр, творил, и этого было достаточно, находиться здесь, в Самаре, потому что здесь происходило все самое интересное, для меня, по крайней мере, в актерском плане. Весь Союз в качестве режиссеров – Адольф Яковлевич Шапира, Цхверава, и Праудин, и Кузин. Ну как тут, куда ехать, если столько работы? А потом, ну, я считаю, что я счастливый человек, потому что я росла на огромных ролях, потому что нас, молодых артисток, было очень мало. В принципе, я, Рита Шилова, вот молодые героини, и мы переиграли все-все-все. Актер растет только на ролях. Поэтому ехать куда-то за журавлем, когда тут такая синица прекрасная, мне было очень интересно с этими режиссерами, которые меня сформировали, вырастили как актрису. И это приговаривает нас со всем усердием сверлить сердца в скорбь. Мы, заставляя здравый смысл биться с природой, вынуждаем себя не забывать и о себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!